Всем привет! Я наконец-то снимаю для вас долгожданное видео, которое многие у меня просили о районах города Гданска, в котором лучше жить, какой выбрать для жизни, куда переехать. И, в общем, такие подобные вопросы сыпались ко мне в Инстаграме, на Фейсбуке, и вы часто это спрашиваете, поэтому я решила просто одним махом снять видео. Конечно же, я вам не покажу эти районы, но я хотя бы немножко вас сориентирую, где какой район находится, где лучше всего жить, где не лучше жить, где какие плюсы, где какие минусы. Поэтому, если для вас это интересное видео, то оставайтесь вместе со мной. В наше Трёхградье, Труймясто, в этот Трёхградье, в это Труймясто входит три города – Гданск, Сопот и Гдыня. Я проживаю в городе Гданске, рядом находятся Сопот и Гдыня. Расстояние на СКМ, то есть это местная электричка от Гданска до Гдыни, где-то минут 30-35. Если же Гданск, Сопот, то минут 15-20, в зависимости на какой остановке вы выходите. Что касается Сопота и Гдыни, я не буду сегодня затрагивать, потому что очень сложно говорить о тех городах, в которых ты не проживаешь. Потому что я езжу туда часто, по работе, просто отдыхать, кому-то показать эти города. Но в каком районе лучше жить, где для адаптировать себя как человека легче, я в этом вам не подскажу. Но я вам подскажу по поводу города Гданска, потому что я поменяла в течение пяти лет уже четыре квартиры. И в принципе я занимаюсь поиском жилья, и я уже в основном побывала в таких районах, в которых, наверное, я никогда бы туда не поехала. Но когда я ищу людям, помогаю квартиры, когда я сама даже искала квартиры, то я понимаю и теперь ориентируюсь, где бы я хотела бы жить и где бы я не хотела бы жить. В каком бы районе я хотела бы, например, купить квартиру, а в каком бы нет. Поэтому я надеюсь, что если вы собираетесь переезжать в город Гданск, вам это немножко поможет. Но помните еще, что у каждого свои вкусы, у каждого свои привилегии, у каждого свое смотрение на адаптацию, легализацию, на съем жилья. Кто-то привык жить по-богатому, кто-то привык по-нормальному жить, по-обычному, а кто-то вообще привык жить так, как... Да, Господи, главное за тысячу злотых и без разницы в каких условиях. Поэтому все мы разные, все мы индивидуальны, и тут давайте выборы не будем обсуждать. Просто я вам со своей точки зрения расскажу, какой район для меня с моей точки зрения лучше, а с какой хуже. В городе Гданске насчитывается более 35 районов. На этих всех 35 районах, конечно же, я не буду останавливаться. Я вам буду собирать просто по несколько районов, приблизительно, которые находятся вокруг себя, и буду рассказывать плюс-минус, какие плюсы и минусы данной окрестности данного района. Население Трюмяста – это около 750 тысяч людей. Это были еще подсчеты на 2018 год. Я уверена, что к 2020 году это число выросло, потому что город находится возле моря, это туристический город. Не забывайте, что цены в этом туристическом городе зависят тоже от сезона. И чем ближе к сезону, тем хуже и выше цены, а хуже к тому, что тяжелее снять жилье. Помните, что когда вы снимаете жилье, вы должны заплатить за первый месяц и за кауцию, то есть в таком же размере, как и снимаете жилье. Я очень люблю большие города, люблю шум, шумовиху, где-то вылазки какие-то, районы, которые находятся вдали от города, вдали от центра, где-то в лесу, возле моря, с шумом моря и пением птичек – это не для меня. Поэтому я живу в таком пике города, это в районе Жесть. Но о нем я расскажу немножко попозже. А сейчас хочу вам остановиться на таких районах, как Шрудмещ, Аруния, Гурная, Анелки, Суханина, Морена. Все эти районы находятся недалеко от центра. Буквально 10-30 минут езды, как машины, автобусы, трамваи. В этих районах безумно прекрасная развязка, как и автобусов, так и трамваев. Очень все близко, много разных магазинов, супермаркетов, безумное большое количество каких-то развлекательных центров. Ну а также не нужно забывать, что в этих районах практически большая часть – это частные сады и частные ясли. Если говорим о государственных школах, государственных ясель и садиках, то в основном они все забиты. Но в этих районах очень большое количество школ. Минусом является то, что если вы захотите жить, например, в Шрудмещу, то тут нету торговых центров, я имею в виду супермаркетов больших. Торговые центры, понятное дело, они есть, но это в основном с одеждой. А если говорим о больших супермаркетах, то к ним нужно проехаться. Есть какие-то обычные жабки, бедронки, ну и то она не очень сильно, например, в центре города большая. Лидл находится, например, уже на Пшерубках районе, то есть туда нужно пару остановок проехаться. И либо же Кэрфур, но он находится на Морене, то тогда да, там можно скупиться, уже там поболее выбор и как-то можно себя закупить на неделю вперед. Но есть еще один минус в жизни в Шрудмещу, это то, что шумные улички в сезон. Понятное дело, туристы приезжают, кричащие, орущие скандинавы, показывающие свое мужество, веселые разные парады, ярмарки и так далее, все это сосредоточено и проходит, конечно же, в центре города. В 12 часов бьет колокола, то есть это многим тоже может не понравиться, и немножко шумовато в сезон. Конечно, самый классный период это октябрь и февраль месяц, когда практически все тихо, ничего не происходит шумного, может быть, несколько раз за этот период проходят какие-то парады, связанные, например, с Рождеством и с Тремя Королями, но не более того. Что касается районов Шрудмещ, Юпецки-Мегова, Щельцы, Суханина, то здесь очень повозвышен чинж. То есть чинж здесь около 500-600 злотых в месяц. Ну и понятное дело, если же даже и цена может быть самая низкая в центре города, то не забывайте о том, что там еще старые какие-то ремонты бабушкиного советского времени, есть даже в некоторых моментах, можно встретить в центре даже города, квартиры разноцветными стенами покрашенными. Я не знаю, почему это так происходит, но большинство поляков почему-то еще оставили вот эту покраску стенную, сабдеповскую, слава богу, нигде уже не висят обои, я уже вообще редко когда встречаю, чтобы у кого-то висели обои. Поэтому при выборе таких районов думайте сначала о чинжи, потому что чинж в этих районах очень высокий, но я также о развязке и того, что вы хотите возле себя видеть. Я жила два года на Морене и это прекрасный район, я вам честно скажу, да, он дорогой, да, там все частное, но там все есть, то есть для жизни, для адаптации, для как-то раскрепощенности там буквально все есть, даже и школы, и садики, и ясли, плюс еще есть разные развивающие центры и торговый супермаркет Керфур, торговый центр Морена, где можно скупиться как и одежду, так и продукты. Следующим районом является Пшиможи. Пшиможи это второй по популярности район, который выбирают иностранцев. Во-первых, это находится возле моря, во-вторых, большинство иностранцев, которые связаны с IT-сферой, потому что недалеко от этого района находится State Street, а также Оливия Центр, где и люди в принципе работают в этой сфере. На Пшиможи большое количество многоэтажек, здесь большая китайская стена, которая сделана из общежития, теперь в съем квартир, можно так сказать. Пшиможи делятся на два, еще как бы, на две части, Пшиможи Вельки и Пшиможи Мава. Что касается Пшиможи Вельки, то там находятся жилые районы, а в Пшиможи Мава это бизнес-центры. Возле этого района находится самый наш популярный парк, парк Регана. В парке Регана можно гривить, можно отдыхать, можно классно проводить семейный досуг, там очень много разных спортивных даже площадок, можно где прогуляться. Если у вас есть маленькие детки, то это как раз район, адаптирован для семей, это раз. А во-вторых, он находится, как я вам сказала, возле моря. Но минусом такого жизни возле моря, помните, что может появляться плесень, и нужно перед тем, как вы снимаете жилье, правильно и тщательно проверить квартиру, чтобы не было нигде грибка. Ну и в этом районе очень хорошо развита инфраструктура, то есть эскамки, автобус, трамвай и все, что вы хотите. Следующими районами являются Бжежная и Заспа. Они находятся возле друг друга, они тоже находятся возле моря, но по ценовой политике, например, даже от Пшеможа они очень сильно отличаются. Бжежная еще дешевле, нежели Заспа, то есть самые дешевые возле моря – это стоги, только оно находится по другой части, можно так сказать, расположения города. Дальше идет Бжежная, Заспа и Пшеможа. Бжежная – это старый район с однотипно-многоэтажными застройками. Из плюсов Бжежна то, что там тоже очень хорошая развязка, то есть есть трамваи, автобусы и, в принципе, наверное, еще то, что есть море. Также там есть несколько школ и садиков, которые находятся при костеле. Из минусов – очень мало магазинов, там небольшой супермаркет Сезам находится, также жабка, можно найти бедронку, можно найти, но она в таком не очень хорошем, можно так сказать, состоянии. Ну и вечером, конечно же, можно встретить гоп-стоп-компании. Они безобидные, но если не считая этого всего, район просто безумно тихий и спокойный. Что касается Заспа, то Заспа тоже делится на две части, то есть новостроя, где сейчас застраивают новостроями, просто там все делают по-новому, ну там, конечно же, просто перекопано в многих частях, и для жизни, ну, очень тяжело. Если вы захотите снимать там жилье, то, понятное дело, цены в новостроях намного будут выше, нежели вы в том же районе, в той же Заспе снимите в обычном самом многоэтажном доме. Но там большое количество разных кафешек, ресторанов, 15 минут до моря есть автобусы, трамваи там также ходят, плюсом еще есть то, что есть Заспа СКМ, городская поликлиника, а также один из лучших роддомов в городе Гтанске. Минусом этого района, что в этом районе еще можно встретить а-ля бабушкин ремонт и ковер на стене. Следующие районы – это Осова, Матарня, Кокошки и Оливия. Одним из больших минусов этих районов, то, что они находятся далеко от центра города. В этих районах нет трамваев, очень редко куда ездят трамваи, кроме Оливии. Понятное дело, там конечная остановка, 12-й трамвай идет, который доезжает до прям самой Оливии и останавливается возле прекрасного парка Оливия Парк. Что касается Осовы, Матарни и Кокошки, они находятся в задупе, как многие говорят это. То есть на самых окраинах, где ездит пару автобусов, и если вы едете с работы с центра города, то это Часпик, где вы станете по-любому в пробке, и вместо того, чтобы добраться до центра за 40 минут, вы будете добираться полтора часа. Но эти районы очень тихие, спокойные. Там невысокий ченж, также там невысокие оплаты за жилье. В основном в этих районах, большинство, конечно же, частных ясель и садиков, многое, большое количество также школ, то есть с этим проблем нет. В районе Матарни находится Икеа, а также торговый центр Матарни, где можно также скупиться как и одежду, так и продуктов. Исключением из этих районов является Олива. Она не из самых дешёвых, потому что раньше это была такая барская деревня, где жили богатые люди. Поэтому и цены там, к сожалению, тоже барские, хотя ремонты хуже, нежели находятся в центре, либо же на той же заспе. То есть это ещё остались такие вот а-ля советского времени ремонты, узкие кухоньки, мало места, то есть маленькие такие квартирки. Поэтому при выборе обращайте внимание на квартиры, а также как они находятся и в каком они ремонте. Потому что есть квартиры, которые берут с них 1800-2000 злотых, хотя в том же центре города можно найти прекрасную квартиру. Да, она может быть на одну комнату меньше, но зато она будет очень хорошо сделана, с отличным евроремонтом. Плюсом района Олива это то, что вы можете 15 минут пройтись, и вы будете уже в Сопоте. Также район Олива находится возле моря. Если мотарня Кокошки Осова находится выше города Гданска, то есть не возле моря, то Олива как раз вот пройдясь 15-20 минут, вы очутитесь возле моря, то есть Олива находится за Пшиможем. Следующими районами это Вжесть, Шижа, Брэнтово, Млынска, Летница, Новый Порт. Все эти районы очень разные. Если мы говорим, например, о Брэнтово, Асшижа, то здесь очень редко кто снимает жилье, потому что там не очень хорошая развязка. Плюс никогда не слышала о садиках и школах. Конечно же, они, наверное, есть в этих районах, но их очень мало. Да и, в принципе, я вам скажу честно, в этих районах очень мало, когда появляются какие-то квартиры на съем. Самым популярным из этих районов является Вжесть. Он тоже делится на три части. Это историческая часть, новая часть и народная часть. Если мы говорим о исторической части, то здесь в основном находятся кафешки, ресторанчики, маленькие квартирки. Новая часть – это типовая застройка 90-х годов с хорошим ремонтом. Здесь большое количество торговых центров, таких как Галерия Балтийская, Метрополия, Манхаттан. Также здесь хорошая транспортная развязка. Трамваи, автобусы и СКМ. Что касается автобусов, здесь находится конечная остановка, где можно уехать в любую часть города Гданск. Что касается третьей части, это огородные дялки, то есть во Вжеще еще можно встретить такие маленькие дачки, огородики, теплицы и грядки. Поэтому здесь, конечно же, никто не сдает жилье, но эта часть является и есть во Вжеще. Вжеще Дольный, Вжеще Гурный и Бронтово все они находятся к району Вжеще. Районы Млынска, Летница и Новый Порт не очень хорошие для выбора, для жизни. Конечно же, там нет ничего криминального, но почему-то по старинке еще привыкли, что эти районы раньше связаны были с криминалом. И там еще очень старые постройки, то есть сабдеповские ремонты. Но и не забываем, что эти районы находятся возле сточни, где люди работают на судостроении. Поэтому если вы хотите, если вы работаете на сточни, конечно же, это хороший выбор, чтобы найти жилье поближе к работе. Но если вы хотите переехать с семьей, то я вам не очень сильно советую эти районы. Хотя плюсом этих районов то, что там невысокие цены и большое количество для съема жилья. Там есть транспортная развязка, ездят трамваи, ну и небольшие супермаркеты тоже вы можете найти, такие как Бедронка и Жабка. Самые элитные районы в городе Гданский это Жабянка, Елитково, Вихера и Тыщенцлетия. Конечно же, это районы, которые находятся очень близко возле моря. Здесь элитные дома, элитные постройки, даже некоторые постройки новостроек, где есть своя охрана, свой тренажерный зал. Отличная транспортная развязка, есть СКМ-ки, а также трамваи и автобусы. Пешком можно дойти до Сопота, ну и очень большое количество садиков, школ, яси, кафешек, ресторанов, банков и торговых центров. То есть в этих районах вы можете найти все для своей жизни. Минусом такого это 30-40 минут езды до центра города. Следующие районы это Альштинка, Пширубки, Стоги и Краковец-Гурне-Заходни. Эти районы находятся тоже возле моря, но немножко с другой части, можно так сказать, города Гданска. Здесь есть школа с бассейном. И, кстати, на Стогах находится один из лучших бассейнов, где летом можно войти туда за 10 злотых. То есть это меньше, чем 3 доллара за один вход за человека. Для ребенка вход бесплатный до 6 литров, если я не ошибаюсь. В городском бассейне есть также джакузи. То есть прекрасное времяпровождение. Мы очень часто ходим туда с ребенком летом, когда школы именно по плаванию закрыты на каникулы, то городские бассейны, они открыты, и туда можно прийти поплавать в течение часа. Настолько недорогие квартиры. Есть государственные садики и школы. Часто там разостраивают транспортную развязку, там тоже есть трамваи, ходят до самого прям моря. Но, кстати, если сравнивать, например, песок и пляж на стогах и, например, на Пшеможе, то на стогах часто песок и вообще пляж намного чище, нежели на Пшеможе. Также, если вы хотите работать в порту, то вам лучше всего снимать жилье в этих районах, потому что недалеко от пляжа находится порт. Сказать, что это идеальный район, ну, я, к сожалению, не могу, потому что раньше здесь, в этих районах, жили малоимущие семьи и пияки. Но на данный момент состояние и ситуация, конечно же, улучшилась. Сейчас это более такой уже современный становится район, где тоже строят новострои разные, построили и отремонтировали дорогу, которая ведет прям к морю, поэтому этот район преображается и становится намного лучше. Выспа-Собешева. Если вы любите тишину и хотите жить как можно дальше от города и возле моря, то это хороший вариант. Но, к счастью, вне сезона вы можете снять очень дешево там квартиру. А вот в сезон там цены возрастают в 2-3 раза выше, чем в центре города. Это курортный остров, по моим ощущениям, напоминает мне Бердянск. Если вы с Украины, то я думаю, что вы понимаете, о чем я. Но для жизни, вот честно, я там ничего не вижу. Там маленькие магазинчики, супермарокетов нету, но если вы будете кататься каждый день, например, в город на работу, то вам придется постоять в пробке, потому что там одна дорога, которая ведет через мост, и там постоянно пробки, которые могут продлиться даже до часа времени. Поэтому перед тем, как снимать там жилье, много раз подумайте, куда вам ездить, во сколько вам нужно будет вставать на работу. Аруния, Хелма, Уйчиска, Ластовица. Эти районы занимают третье место при выборе жилья у иностранцев. Эти районы тоже прекрасные для жизни. Здесь очень много разных супермаркетов, магазинов. Что касается района Аруния-Гурна, либо же Аруния-Дольна. Так вот, Аруния-Дольна, если вы посмотрите по объявлениям, то они намного дешевле. Но это не очень хороший район, особенно улица Гассиная. Там очень много разных пияк, наркоманов, то есть очень небезопасный такой район, поэтому многие там не выбирают жизнь. А вот касается Арунии-Гурна, это прекрасный выбор для жизни. Здесь прекрасный есть парк, Арунский парк, где многие любят ходить туда и отдыхать. То есть он очень красивый, его отремонтировали, и можно провести прекрасное времяпровождение. Аруния-Гурна много разных супермаркетов, Бедронка, Лидл, Пепка. То есть вы сможете скупиться все, что вам пожелает, все, что вам нужно. Также хорошая развязка. Что касается Хелма, это просто пик, такой центр жизни. То есть Хелма сравнивается, приравнивается к Морене, но даже в Хелме немножко лучше, потому что здесь намного больше государственных садиков и школ, государственных ясель также здесь больше. Здесь есть Хелмский пассаж, сейчас открылся Кауфланд, супермаркет большой, то есть тоже есть большой выбор одежды, продуктов, где скупиться. Ходят трамваи и автобусы, есть также городской бассейн при школе. То есть возможность как-то развиваться и для жизни здесь очень много. Но ценовая политика в этом районе не очень дешевая. А также Чинжк здесь в районе 400-600 злотых. Что касается Ущицкой и Ластовицы, они находятся за Хелмом. Здесь, конечно, тоже очень спокойно, хорошо, но минусом то, что с Ластовицей очень часто воняет мусором, потому что где-то недалеко есть переработка мусора и, видимо, его, когда перерабатывают, издается неприятный запах. И многие люди уезжают из тех районов, потому что там воняет часто. Что касается Ущицка, он находится уже ближе к Лавандовой взгуже, то есть к району Ящиню. И доезд туда трамваем невозможно, только автобусы. Поэтому, если вы собираетесь работать где-то в центре города, то вам займет доезд где-то в минут 40, и это точно. Что касается района Ящин и взгужей Мицкевича, это последние районы, о которых я вам хочу рассказать. Плюсом этих районов то, что здесь много стройки, которые новые построили, здесь нету старых домов, ну и, конечно же, это красивые районы. Минусом является это то, что здесь транспортная развязка очень плохо еще развита, до сих пор еще строят трамвайные линии, ходят автобусы, но очень редко, то есть с большим промежутком, особенно в субботу и воскресенье. Маленькое количество каких-то супермаркетов и магазинов, и в основном здесь только платные, приватные садики и ясли, где большой набор. Если же вы хотите поехать с машиной, то до центра вы заедете в такой час пик, доедете в час пик где-то за 40-50 минут. Если же обычный такой день в будни, либо же в выходной, где нету пробок, то за 30 минут вы, наверное, доедете 100%. Если закончить достраивать эти районы, то вот Ящин станет одним из элитных районов и станет самым дорогим тоже еще район, потому что цены уже там идут вверх, а ремонты безумно такие новочестные, можно так сказать, то есть уже по всем новым правилам. Там прекрасные еще также дома-близнецы, то есть многие выбирают сейчас для покупки именно в этих районах, с надеждой о том, что совсем скоро уже появится транспортная развязка и эти районы станут более легче в доступе для поездок даже в тот же центр. Надеюсь, я немножко вам помогла. Я вам также оставлю описание в инфобоксе о каждом районе. Если вы подписаны на мой инстаграм, то у меня было 4 поста об этом, городе Гдански, об этой теме, поэтому если вам интересно, переходите на мой инстаграм и читайте, потому что я чаще пишу для вас посты, нежели снимаю видео, к сожалению. Также в комментариях напишите мне, какой район вы хотели бы, в каком районе вы хотели бы жить, какие вы районы предпочитаете, спокойный либо шумный. Если вы до сих пор не можете решиться, какой район вам подходит, то опишите, что вы ищете, и я вам напишу, какой район в городе Гданский посывал бы, посывал бы, о господи, этот польский язык, подходил бы вам точно. Поэтому оставляйте свои комментарии. Спасибо, что сегодня были вместе со мной, а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok